так друзья доброе утро сегодня 29 ноября время сейчас 8 утра привет вам и солнечной анталии где по-прежнему солнце чистый прекрасный воздух люди не спешат никуда идут спокойно обстановка очень-очень такая легкая дружелюбная позитивно вот сейчас мы идем на завтрак мы живем в отеле мы сняли отель и самой алани рой ализа сити три звезды на одного человека ночь получается где-то примерно 1200 рублей если на наши деньги переводить вот и в эту в эту гостиницу включен завтрак завтрак находится в четверке то есть мы сейчас идем в четверку идем другой отель но это сеть royal лиза вот мы сейчас идем сетевой отель который находится прямо около моря вот я вам сейчас покажу чем кормят на завтрак в четверке в алани смотрите не переключайтесь так ну вот этот отель по которой я вам говорил рой ализа четверочка близ близ бич вот здесь проходит завтрак вот обратите внимание как все компактно но как все со вкусом как все грамотно стильно музыка звучит вот здесь прям моря прямо метров 15 вот люди уже собираются на завтрак ну давайте зайдем посмотрим что что нам предлагают на завтраке вот смотрите как какие диванчики барная стойка так что у нас на завтрак яблоки груши апельсины оливки сыр халва оливки маслины здесь у нас у вас а и и 5 видов сыра даже 6 и желтый и гнелый здесь всякие варенье абрикосы мед вот урага шоколад помидоры вот так не порезанную в целом виде огурцы петрушка перец тоже целиковый кофе можно испрессо-блак кофе вот здесь вы берете тарелочки здесь у нас что мы видим яйца ну там сыр с помидорами какие-то роллы даже и хлебобулочные изделия так здесь также пиво ну пиво я думаю платно бар здесь вино такая прям винотека вот это значит у нас корпус такой бассейн маленький вот номера вот так все компактно сделано повторюсь royal lisa beach hotel вот как я и говорил компактно но стильно диджей диджей думаю вечером приходит ночью музыка и вот так вот есть стал и такие диванчиками есть как барная стойка все время 8 утра и сразу хорошее настроение потому что солнце море позитив чёток не отдыхать то скажите у меня так друзья сейчас нахожусь в отеле royal lisa palm beach 3 звезды ну как-то он не зашел как-то мне по душе вот обратите внимание да это вот зона зона рецепшн вот все все вроде как компактно мало места но как-то все нас с душой так все так здорово я вот сейчас подошел на рецепшн попросил чтобы мне показали номер это находится в городе аланья прямо на берегу средиземного моря идем смотреть вот вот она вот она моря а я смотрю где-то 20 метров до моря да это обычный стандарт а супер супер а два балкона то есть и на эту сторону и на это вот смотрите но вид-то какой шикарный вид ну да то все компактно так и здесь на вот отсюда вид то есть это это считается лучшего категории чем которые это или нет или он как то есть это не стандарт это просто лучше улучшено то улучшено ну все кондиционер ванна с туалетом шкафчик такой все хорошо так ну что друзья никак я не могу из этого отеля выйти royal lisa palm beach hotel и вот один корпус с балкончиком в центре аланя находится но знаете что мне будут здесь больше понравилось вот именно в алане да потому что мы вообще приехали из манавгата город манавгат здесь ехать ну где-то минут 30 на на 25-30 на машине вот мы приехали из джустиан джустини она вот отель нам не очень нравится он трешка вот а здесь кстати проху сейчас извините отвлекусь вот здесь как раз проходит завтраки циркать моб сути как здорово кстати как все фактурненько барные стоечки такие диванчики и вот смотрите море море вот она насколько здесь метров метров 20 на 30 вот оно море средиземное шикарное теплое море напомню сейчас конец мая температура сегодня будет лаванье 33 градуса напишите в комментариях как вам насколько я знаю в москве сейчас дождь идет но не меня сейчас вчера был дождь целый день ну и температура плюс 7 плюс 8 по моему что для мая я думаю это нормально на москве всегда конечно погода такая была жесть честно говоря сегодня сегодня меня такая мысль посетила что турция нас вручает уже дважды первый раз это когда 90-х годах открылись границы вот и русские началось русское паломничество то есть поехали все куда в турцию вот люди не знали что такое all inclusive не думали что все можно есть пить в неограниченном количестве потом прошло время люди начали ездить в европу в азию в америку путешествовать дальше ведь земной шар он большой стран очень много континентов много все страны интересные у всех своя культура своя еда свой менталитет и из-за событий которые начались у нас в 2022 году 22 февраля до все это началось у нас границы закрылись его европа закрыла для россиян въезд соответственно куда русские люди поехали отдыхать они поехали отдыхать конечно в турцию да и я объездив много стран посетив много стран с удовольствием сейчас нахожусь в турции дышу этим шикарным морским воздухом наслаждаюсь средиземным морем наслаждаюсь кухней на кухне именно в ресторанах потому что в отелях где все all inclusive сами понимаете да еда так себе алкоголь слабенький такой дешевенький можно сказать вот а вот если ты посещаешь рестораны тут уже все на высшем уровне жалко конечно что нету пива нету разливного пива нету пабов немецких чешских здесь почему-то нету но здесь турки поддерживают своего производителя здесь везде тубарк турецкие и эфис а